Решение о запрете вещания шести телеканалов Молдовы является политически предвзятым. Об этом говорится в новом заявлении Международной правозащитной организации Сеть Солидарности, базирующейся в Швейцарии. Правозащитники подчеркнули, что решением Нацкомиссии по ЧАЭС, принятым во внесудебном порядке, был нарушен основной принцип демократического общества – право на свободу слова. В заявлении Швейцарской правозащитной организации отмечается, что шесть телеканалов, которым решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям было приостановлено вещание, были лишены права на эффективную судебную защиту, поскольку решение Комиссии было принято в пятницу вечером, а с понедельника телеканалы уже должны были перестать вещать. Причина приостановки вещания, как объяснили в этой Комиссии по чрезвычайным ситуациям, это неверное или неправильное освещение ситуации в Украине, а также в стране, то бишь в Молдове. Что такое это неверное освещение, не объяснили. И где есть стандарты верного или неверного решения. Что такое правда, что такое ложь, режим Майя Сандо не указал. Однако данная расплывчатая формулировка дает возможность, собственно говоря, применить подобную репрессию во внесудебном порядке к любому средству массовой информации. Правозащитники напомнили, что 23 июня 2022 года на саммите Евросоюза было принято решение о предоставлении Молдове статуса кандидата в члены ЕС. При этом право свободно выражать свое мнение и критиковать гарантируется европейскими демократическими стандартами. В связи с этим правозащитная швейцарская организация сообщает, что незамедлительно проинформировала европейские демократические институты о закрытии телеканалов. В переписке с организацией Офис Верховного комиссара ООН по правам человека выразил мнение, что такие действия, как закрытие СМИ, должны быть проверены национальными судебными органами. Попытка стандартизировать правду и развернуть атаку на права гражданского общества свидетельствует о незрелости демократии в Молдове, несоответствии требованиям ЕС, о чем мы немедленно сообщим заинтересованным структурам в Брюсселе, Вене и Женеве. В заявлении также говорится, что огромное количество общественных деятелей, журналистов и правозащитников выступили с критикой действий режима президента Санду. Однако официальные власти в Молдове хранят молчание, не желая разъяснять правовую сторону вопроса, а лишь иногда транслируя на публику политические лозунги. Мы пытались получить комментарии на эти заявления правозащитников в пресс-службах администрации президента, правительства и ПДС, но на наши звонки не ответили.